ТРЕУГОЛЬНИК У меня вот такой вопрос. Вот это самое удовольствие, это зависимость? Все зависит от вопроса, зачем. Вы же не спрашиваете меня, зачем я курю трубку? Вот я бы ответил так. Я прошу прощения, а зачем вы курите трубку? Я тогда предварю вопрос. А зачем люди вообще курят? Я для удовольствия. А что такое удовольствие? Я считаю, что люди курят, потому что они закуривают недовольство собой. Это к вопросу о том, что такое удовольствие. В действительности, проще всего это объяснить из понятия несчастья, на мой взгляд. Ну, большинство из нас, скажем так, некоторые конкретные ситуации, и они, эти ситуации, совершенно очевидны. Да, это набор ситуаций, связанных, скажем, с собственной болезнью. Болезнь – это несчастье, любая, правда? Это несчастье, связанных со смертью или болезнью близких, не дай бог. Но, тем не менее, это несчастье. Аварии, катастрофы, внезапные события – это тоже несчастье. Мы называем несчастьем, на самом деле, зависимостью. Дело в том, что несчастье – это состояние человека, чувство человека, который максимально зависит от обстоятельств. Вот если я, у меня болен близкий человек, это несчастье. В жизни меня, человека немолодого, одно из самых важных, я ничего не могу с этим поделать. Я ощущаю несчастье, как невозможность выполнения моих желаний. И поэтому курите? Я, то есть, те обстоятельства, которые сложились в моей жизни, делают меня зависимым. Вот для чего я курю? Для счастья. Дело в том, что я в жизни очень занятый человек. А курит большинство людей всегда с одной целью. Мы курим для того, чтобы иметь возможность уйти в себя, провалиться и почувствовать что-то, что мы сейчас хотим, как мы сейчас себя чувствуем, о чём мы сейчас думаем. Эти состояния называются трансом, и они нам необходимы в жизни, необходимы принципиально и жизненно. Отсюда возникает такое понятие, скажем, как перекур. Я от дел общественных ухожу и погружаюсь в себя. Да, от этого мы выходим из офиса там, например, да, и идём куда-то в другое место перекуривать. Более того, если я при вас высказал желание курить, то это в строгом смысле означает, что мне надоело болтать и хочется остаться наедине со своими мыслями. Это я всё понимаю, но так и иначе, ведь курение это вред. Секунду. Кроме того, кроме того, и это значит, что я курю трубку, что является вполне ритуальным процессом, по той простой причине, что у меня очень мало времени и возможностей для того, чтобы побыть наедине с собой. Это, несомненно, отрицательное свойство. Это, вне всякого сомнения, вредно. И я не могу этого не понимать. И то, что я продолжаю курить, для меня означает, что состояние, вызванное курением, для меня важнее угрозы болезней. Мне настолько важно культурно опосредованная возможность остаться наедине с собой, культурно опосредованный знак, что я имею сейчас право думать, а если я в компании, то не просто думать, но и высказывать самостоятельные мысли. Я бы хотела задать вот какой вопрос. Принято считать, что Россия достаточно пьющая страна. В чем обусловлена тяга к алкоголю именно в России? Может быть, это какие-то климатические условия? Может быть, это причина в том, что наши люди не чувствуют себя достаточно счастливыми? В чем именно? Конечно. Ровно тем же, чем обусловлена моя тяга к курению. Правда, это означает, что в тех ситуациях реальной жизни, в которых я пребываю, меня что-то не устраивает. И мне чего-то мучительно не хватает в культуре для того, чтобы я чувствовал себя счастливым. И вместо того, чтобы учиться этому, учиться чувствовать себя счастливым самостоятельно, с помощью собственных усилий, я привык, что в культуре есть внешние источники счастья. Это алкоголь, наркотики и многое другое. И табак в том числе. В нашей культуре это именно алкоголь, я правильно понимаю? Ну, в первую очередь, традиционно так. Я не думаю, что дело тут в литрах потребления на душу населения. Дело в особой, брутальной, грубой привычке пить колоссальные дозы крепкого алкоголя. Но ведь до 17 века в России уж точно не пили крепкие напитки, что тогда более счастливые люди были? Конечно. Да, без всякого сомнения. Это времена традиционной русской культуры, когда люди умели и чувствовали свою непосредственную связь с Богом. И как же тогда, хочется спросить, вот исторически складывалась эта самая популяризация водки-то в нашей стране? В общем, это было связано с временами Петра Первого и с попыткой насильственного внедрения европейской культуры в России. Европейского образа мысли, европейской манеры поведения, как всегда и всё, как и пьянство. Это происходило революционно, да, насильственно. Бороды, помните, бояры мы спрягали. Но в том числе, точно так же, одним ударом была искорёжена традиционная вера. Никто из вас, правда, не сомневается, что основу традиционной культуры составляла вера. И тогда, когда традиционная вера отцов, вот эта очень особая и очень, кстати говоря, трепетно сформированная духовность, это сложный разговор, была растоптана, с моей точки зрения, в церковь, в реальную церковь превратился кабак. Вот отсюда, собственно, всё. Простите, ради бога, у нас в религиозной культуре и в церкви тоже присутствует вино на причастии, то, что священники пьют когор. Это влияет как-то на общее потребление алкоголя? Посмотрите, если вы задумаетесь о нас, о себе, о каждом из нас, да, то мы, наверное, всё-таки в жизни абсолютно реальны, чётко разделяем употребление бокала вина и двух бутылок водки без закуски. Правда? Это два разных душевных состояния. Это две разные потребности. Бокал вина создаёт примерно то же самое, что создаёт мне трубка. Он создаёт лёгкий транс, в котором чуть-чуть легче отключиться от своих повседневных проблем и либо переключиться на человека, который рядом, или людей, которые рядом, или, опять же, на свои собственные мысли. Единственное свойство... Если это не ритуал ещё, бокал вина, как мне кажется. Вообще, я бы сказал, что ритуал, в принципе, здесь определяет всё. Вы не просто правы, вы очень правы. Потому что, по моей убеждённости, приблизительно 50% того, что происходит во время выпивки, связано с плацебоэффектом. Потому что... Что такое плацебоэффект? О, это очень интересно. Ну, если очень коротко, пожалуйста. Нельзя, нельзя. Об этом вообще нельзя говорить, потому что это то, что определяет всю суть современной культуры. Когда человек верит... Вся реклама основана на плацебоэффекта. Вся реклама основана на плацебоэффекте. Получается, если я присоединюсь к компании, которая пьёт, но у меня в бокале будет вода, я буду чувствовать себя так же, как все остальные? Нет, конечно. Потому что вы... Для того, чтобы плацебоэффект был достоверным, вы должны долго и упорно этому учиться. Самой юности. Потому что в юности, когда мы все первый раз пробуем выпить, вот скажем, мне бабушка, я помню этот момент очень хорошо, в 12 лет дала попробовать как раз тот самый церковный когор. Я подумал, господи, какая горькая гадость. Хотя сейчас это кажется до тошноты сладким напитком, правда? Как бы нужна тренировка. Мы не сразу приходим к использованию плацебоэффекта. Давайте я поясню, что такое плацебоэффект. Вот, да, идёт реклама автомобиля. В рекламном ролике некий худосочный француз выпрыгивает из автомобиля и сбивает с ног здоровущего сумоиста. Да? Написано, такой-то автомобиль – это сила. Все понимают, это ложь. Оттого, что я куплю этот автомобиль, я не пойду, да, сбивать с ног сумоиста. Но, тем не менее, идут и покупают автомобиль. Это плацебоэффект. Когда я верю в некий миф, а не в само вещество. То есть не в сам автомобиль. Это, знаете, доказано ещё в Отечественную войну. Потому что тогда спирт вводили внутривенно с целью понижения внутричерепного давления при травмах. То есть, ну, с конкретными. Сейчас этого не делают. И тогда брали две палаты бойцов. В одной палате вводили спирт и говорили, что им ввели спирт. А в второй палате этого не говорили. А говорили, что им ввели лекарство, полученное по ленд-лизу из Америки. Первая палата начинала гулять, веселиться, приставать к девочкам, медсёстрам. А вторая палата жаловалась на головокружение, тошноту и ухудшение, некоторое ухудшение восприятия. Реальность воспринималась хуже, менее отчётливо. Вот, кстати, что интересно, что доза была одна и та же. И ведь никто же не вынуждает людей пить литрами. О плацебоэффекте мы говорим или ещё о чём-то. У нас сейчас увеличилось потребление алкоголя на душ населения. Вы сказали, дело не в литрах, а в чём тогда? Потому что сейчас запустилась очередная кампания по борьбе с алкоголем. Повышают акцизы и так далее. Именно потому, что люди стали больше пить в общей своей массе. Вы знаете, у нас все, по-моему, даже чиновники, которые запускают кампанию, заранее уверены в её безнадёжности. Но, потому что, если у нас во что и верят, на самом деле, то это в алкоголь. Я хочу вам сказать... В алкоголе или в его количество? Нет, вот это очень интересно. В данном случае дело не в количестве, а дело в том состоянии сознания, которое человек хочет достичь. Вы знаете, для чего наш народ пьёт? Для чего? Для чего? Он хочет чудесным образом измениться. И это единственная и главная причина потребления дикого количества алкоголя. Сейчас объясню. Есть знаменитое кино. Всеми нами горячо любимое. Просто мы не задумываемся, почему же оно нами так горячо любимое. Ирония судьбы или слегка ударом? Да, да. В этом кино, в этом кино, инфантильный доктор в советские времена, нищенская зарплата, живёт с мамой. Ну, никак не повзрослеет. Не может жениться. Друзья его инициируют. Приводят в баню. Да, мы помним. И он напивается до состояния рис. Правда? И меняется вся его жизнь. Обратите внимание, не жизнь меняется, а его мечта выполняется. Он, наконец, взрослеет. Человека до такой степени не устраивает реальная жизнь, его роль в реальности. Вот вас она устраивает, и вы счастливы. А его не устраивает в силу тысячи причин. И он несчастен. И единственный способ измениться, который знает его бессознательное, это напиться до бесчувственности. Потому что древний-древний миф из тех самых вот времён, о которых мы слегка начали говорить, гонит его. Тогда возникает вопрос у меня, Александр, у меня возникает вопрос. Вы же говорили, что купить бутылку водки, это значит не купить бутылку водки, а купить эмоцию. Ну вот предложите тогда какую-нибудь подмену понятий, что ли, я не знаю, что, как можно получить эмоцию, если не с помощью бутылки водки. Музыка, любовь, вера. Да, да, музыка, любовь, вера. Как это насаждать тогда? Всё годится. Проблема заключается только в одном. Этому. Ровно так же, как и пьянки. Вот обратите внимание, да, пьянке надо учиться. Мы с 18 лет, или там чуть раньше, начинаем учиться пить. Мы, нас учат старшие товарищи, друзья, любовники, там, не знаю, да, все кто угодно, как нужно правильно пить и как пользоваться этой мифологической жидкостью. Но точно так же человека надо учить думать. Точно так же надо учить пользоваться музыкой. Вопрос возникает, кто должен учить думать, государство, родители, сам человек должен заниматься самопознанием. Понимаете, какая штука? Проблема заключается в том, что я не знаю ответа на этот вопрос. Я думаю, что правильный ответ на этот вопрос все. В первую очередь, так как наши дети сегодня не интересуют никого, кроме нас самих, конечно же, родители должны задумываться об этом. Как научить ребёнка радоваться, ну, например, собственному творчеству. Или, если он не творческий человек, как научиться радоваться музыке, кино и многому-многому другому. Всему этому надо учить, потому что, к сожалению, величайшему, наши дети сегодня понимают только одно, что удовольствие это то, чего можно купить. То есть, удовольствие внутри человека просто не существует. Вот если я могу купить, тогда да. Я, например, вот уже несколько раз встречался с поразительной вещью, когда, скажем, бизнесмен, преуспевающий человек, женится на молодой фотомодели, красивой невероятной, и приходит ко мне жаловаться на зависимость от проституток. Он говорит, я не могу жить с нормальной женщиной. Она необыкновенно красива, она меня полностью устраивает, она мне подходит, но удовлетворение я получаю только от проституток. Это вот такие, знаете, симптомчики нашего времени. Вся проблема заключается в том, мы сможем их опознать и научиться с ними потихоньку бороться. Да, нужно как бы понимать, какие состояния сознания здесь нужны, как их достичь. Всё это очень сложная, большая тема, но проблема ведь заключается в очень простой вещи. Да, Карл Юнг когда-то очень чётко писал, что главный недостаток европейской культуры это отсутствие мусульманских молитвенных ковриков. Обратите внимание, пять раз в день они имеют возможность разговаривать с Богом и просить у него того же самого счастья, то есть возможности как-то справиться с судьбой. Это бездуховность практически получается. А вот, кстати, на вопрос, кто должен учить, действительно, наверное, все, но мне кажется, что в жизни каждого человека всё же с матери начинается. И, а вот, кстати, я всегда слышу с детства, что женский алкоголизм неизлечим. Это миф или нет? И почему так считается? Я бы сказал, что, давайте так, женская мечта о счастье в определённом возрасте становится более несбыточной, чем мужская. Смертельная доза алкоголя существует? Вот, к примеру, возьмём мужчину. Конечно, существует. 80 килограмм вес. Какова для него смертельная доза алкоголя? Чуть более полутора литров чистого алкоголя. За раз? Да. Ну, как бы раз, он может растянуться и на час. У нас, знаете, лучше от этой темы вообще не нужно сказать. А это водки сколько? Потому что чистый алкоголь, это же спирт получается? Ну, где-то чуть больше двух-двух с половиной литров водки. Там очень зависит от индивидуальной переносимости. А сейчас очень много говорят о пивном алкоголизме. Про водку поговорили. Ведь пивной алкоголизм, он считается тяжелее водочного. Чем считается? Существует ли вообще действительно такое понятие, как пивной алкоголизм, и кого можно считать пивным алкоголиком? Если человек, в том числе, кстати, и молодой, ежедневно выпивает, ну, пускай по две банки пива, он алкоголик или нет, и не может без этого обойтись. Или если человек вечером не может заснуть без бутылочки пива, даже 0,33, он алкоголик или нет? Конечно. И опасно ли это для его здоровья? Конечно. Но, понимаете, все нуждается в расшифровке. Проблема заключается в том, что человек, который не может заснуть и выпивает каждый вечер бутылочку пива, вам говорит, что он не может заснуть. Скорее всего, он годами этого не пробовал. Это во-первых. А во-вторых, он подменяет какую-то свою естественную функцию. Ну, кто-то не может заснуть, не послушав музыки. Кто-то не может заснуть, не помолившись. Кто-то не может заснуть без секса. Да? Это означает, что какая-то из этих функций заснуть у этого человека заменена пивом. Ну, проблема же, на самом деле, мне кажется, вот, на ладони. Человеку хочется расслабиться после безумных стрессов, которые он получает в течение дня. Он приезжает домой после, там, километровых пробок. Вот стоит эта банка или, там, я не знаю, бутылка пива. Он хочет выпить этого холодного пива и просто расслабиться. Ну, и почему нет-то? Никак не могу понять. Александр, скажите, пожалуйста. Так это считают алкоголизмом. То есть, изо дня в день баночка пива, она может перерасти в алкоголизм. Понимаете, какая проблема? Вообще, в нормальном демократическом обществе, пока человек не сказал мне, врачу, у меня есть проблема, я этой проблемой считать не буду. А когда человек почувствовал, что пиво стало важнее, расслабление, ночного сна, занятие в институте, вот тогда это становится проблемой. Проблема появляется тогда, когда появляются проблемы. А если друзья или родственники его на руках уже приносят в наркодиспансер, и он уже сам говорить почти не может, потому что очень много пьет, это проблема или не проблема? Проблема, конечно. Его нужно лечить, если визуально эти проблемы видны. Если он все равно говорит, что со мной все в порядке. Или если он говорит, что в любой момент я могу перестать пить, я просто выпиваю сейчас каждый день, потому что это не мешает моей повседневной жизни. Проблемы могут быть не только ведь у самого человека, но и у ближайшего его окружения, правда? Ведь если человек создает проблемы тому, кто рядом для жизни, это ведь тоже является проблемой, ну не человека, а проблемой семьи. И это значит, что в строгом смысле этого слова ответ на ваш вопрос такой. Он должен полежать где-то в приемном покое диспансера или больницы, прийти в себя, и тогда его спросят все равно, должны спросить, вас надо лечить или нет? Спрашивают так вот. Да. И если он скажет, не, меня лечить не надо, никто принудительно его лечить не будет. Продолжим разговор через пару минут. У нас сегодня в гостях психиатр Александр Данилин. Продолжим разговор после рекламы. Программа «Треугольник» студии третьего канала. У нас в гостях сегодня врач-психиатр, нарколог Александр Данилин. Мы продолжаем разговор об алкоголизме. И мы остановились на пивном алкоголизме. Это правда, что он страшнее прочих? Для меня нет, конечно. Конечно нет. Проблема заключается... Тут довольно много всяких разных сложных штук. Ну, например, вообще газированные напитки всасываются в кровь почти с такой же скоростью, что и крепкий алкоголь. Но все-таки, я думаю, что в масштабах страны, если брать... Просто, понимаете, какая штука? Я же принадлежу к небольшому числу врачей. Я не один такой, который вовсе не считает алкоголизм как болезнь чем-то реальным. У вас действительно таких врачей много? Я думала, вы один такой. Нет, нет, я не один такой. Нас таких достаточно много, поскольку я же не снимаю при этом проблемы алкоголизма. Я просто считаю ее проблемой характера, проблемой поведения человеческого, проблемой психологии. Я считаю алкоголизм такой патологической игрой, которую начинает вести человек, который не в состоянии справиться с жизнью. Игрой? Да, 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 да. Я не ослышалась. Игрой? Игрой. Игрой сознания вы имеете в виду? Игрой сознания, а раз бывают другие игры. Все игры, игры сознания. Хорошо. Это такой рисунок жизненной игры, если хотите. Сознательно выбранная роль. В конечном итоге, да, я всегда повторяю, я думаю, что у вас тоже будет не лишним это услышать. Я считаю, что это не пиво гоняется за человеком, а человек за пивом. И поэтому проблема не в пиве, проблема у нас все программы, концепции, они все время пытаются лечить пиво. Но проблема-то в том, что если, например, у человека адреналиновая зависимость, то это как раз, да, вот та схема. Не адреналин за человеком гоняется, а человек за адреналином с парашютом прыгает в город, залезает. А вот как у Кена Кизи было написано, мой отец лежал под деревом, пил из бутылки, уже казалось, что не он из нее совсем, а она из него. То есть вот начинается это все как психологическая игра, заканчивается физиологической зависимостью. Ну, не совсем так. Не совсем так. Потому что на самом деле, в действительности, даже отец Кизи, он, конечно, имел самостоятельную возможность бросить пить. Конечно же, и алкоголь, и пиво вносят какие-то патологические изменения в организм. Проблема в том, что они все равно не определяют человеческого поведения. Нет такой программы, больной алкоголизмом должен пить. Это сознание. Это все равно человек все время делает выбор, пить ему или не пить. Но ведь когда человек знает, что он там, смертельно болен, он бросает же пить, Александр. От этого проблемы, не только когда он знает, что он смертельно болен, в гораздо более простых и очевидных жизненных обстоятельствах. И курить бросает, кстати говоря. И пить бросает. Гораздо все проще. Человек сидит в тюрьме. Как продолжается его болезнь под названием алкоголизм? Еще один типичный пример. Полгода на корабле в рейсе. Еще один типичный пример. Годами тяжкие алкоголики живут в больницах. Практически их не лечат. Только социальная... Блокируют. Только социальная блокировка. Но, знаете, шизофрению так не заблокируешь. И пневмонию так не заблокируешь. Она от стен не пройдет, воспаление легких. Я хочу сказать, что смысл заключается в следующем. Элементы болезни во всем этом есть. Вся проблема в том, что в русском языке вообще слово болезнь имеет свою систему смыслов. И один из главных этих смыслов, главных, заключается в том, что у нас любой больной человек чуть-чуть подыгрывает свою болезнь. Потому что у нас болезнь это состояние освобождающее от ответственности. Раз я болен, значит я могу не ходить в школу, не мыть посуду, там, что-то еще. Мне можно ничего не делать, да. И складывается абсолютно беспросветное ощущение. И это делать должны за меня. Это ровно и есть позиция алкоголика, да. Это поэтому удобная игра. Потому что все время есть люди, которые им помогают и которые будут жить за них. Если к врачу, вот вы, доктор, если к вам пришел человек, который уже осознает, да, я болен алкоголизмом. Не могу с этим справиться сам. Как вы его будете лечить? Можно это вылечить? Я очень немодным способом буду лечить. Я буду пытаться заставить его понять, зачем он это делает. По одной простой причине. Вот знаете, в одном рассказе Честертона есть замечательная фраза, которую Фламба сказал сыщику, вор Фламба сказал священнику-сыщику. Он сказал, вы знаете, очень многие люди в жизни говорили мне, что воровать вредно и опасно. Но только вы объяснили мне, зачем я ворую. И я перестал воровать. Мне хочется спросить, как вы-то будете заставлять понять или объяснить алкоголика, как ему бросить там пить? Есть одно великое счастье. Человека нельзя заставить ничего сделать. Вы же сказали, вы будете пытаться заставить его понять. На самом деле, ни магов, ни гипнотизеров, которые могут действовать помимо человеческой воли, не существует. Как тогда вы будете ему помогать? А лекарства существуют? Это человеческая вера в магов и гипнотизеров. Вы будете взращивать в нем эту веру? Эффект плацебо. Я буду вместе с ним разбираться в том, зачем он пьет. И какие другие способы изменений мы вместе с ним сможем найти. И это будет сложно. И подойдет далеко не всем. Потому что это не я буду или не буду давать таблетки. Это из меня будут вытрясать и говорить, да что ты со мной разговариваешь? Ты мне таблетку дай. А есть лекарства такие? Нет, ты не будешь никогда. Именно потому что это не болезнь, а произвольное поведение. А это обман получается, что можно перелить кровь, прочистить ее, дать какую-то микстуру, которую за один день вычистят, значит... Или закодируют. Как вы думаете, один человек может закодировать другого? Это обман. Конечно. В это лучше не верить. Но это ведь может помочь, если человек действительно в это верит и хочет избавиться от зависимости. Это называют психотерапией, но путать не надо. Примитивный обман с такой сложной вещью, как психотерапия. И, вы знаете, миф настолько силен, что я могу это говорить совершенно спокойно. Все закодированные все равно будут верить в то, что это возможно. Так проще, потому что не надо делать самостоятельных усилий. За меня сделает усилие доктор. Опять ответственность перекладывается. То есть вместо меня бросит пить как бы врач или таблетка. Но так или иначе, это вариант бросить пить, закодироваться или принять лекарство. Если ты поверишь в это. Вариант. Но это же формирование новой зависимости. На сей раз от врача или от таблетки. Разве нет? Врач, который кодирует, фактически начинает выступать в роли моего наркотика. Он разрешает мне пить или не разрешает мне пить. В его власти определить мое поведение. Мы не умеем думать о своем внутреннем содержании. Мы настолько привыкли, что нами руководят какие-то внешние силы. Неважно, это водка, врач, государство. Как бы, что мы потеряли веру в то, что мы сами можем что-то добиться, изменить свою жизнь. Как в узком личном смысле, так и в очень большом смысле. Когда-нибудь настанет тот момент, когда наше общество избавится от пьянства, и мы наконец найдем себя, научимся выражать свои мысли, говорить о себе. Да, и тогда Господь Бог в старом анекдоте, и тогда Господь Бог посмеялся и подумал, ох, не доживу я до этого дня. Скажите, пожалуйста, а вот такие формальные меры, как запрета круглосуточной продажи алкоголя, или продажа алкоголя определенной ценовой категории, вот сейчас цены на водку подняли и ниже какой-то планки, опускаться не намерены. А запрет продажи алкоголя несовершеннолетним, он может хотя бы сгладить углы этой проблемы? Ну, конечно, он ее сгладит, ухудшив саму проблему. Понимаете, какая штука? Вот здесь есть ловушка такая. Если мы говорим о... Если во всем виновата водка, если мы за ней гоняемся, то это все может помочь. А если проблема в душе человеческой, в характере человеческом, то тогда все эту ситуацию ухудшит. А как? Каким образом? Можно расскажу? Можно? Вот во времена... Каким? Каким образом? Во времена Горбачевского сухого закона я очень много ездил по стране. И там, я просто на всю жизнь запомнил, тогда, по крайней мере, в некоторых областях регионов России был распространен напиток трипшика. Это некое средство от насекомых, не скажу какое. Пшикали три раза в безалкогольное пиво. И эту дрянь пили. Причем, опасно это было жутко, потому что особый кайф заключался в том, что если четвертый раз пшикнешь, случайно передозируешь, умираешь как тут же прямо на месте. У нас была антиалкогольная компания. Мы ничего не продавали. Мне директора заводов, честное слово, жаловались, что этот напиток выкосил всех квалифицированных рабочих. Что у них работать некому не из-за алкоголя уже, а вот от этого самого средства от насекомых. Я могу отметить вам пословицей просто. Голь на выданке хитра. Или мы будем думать, чем наполнить душу молодых людей. И не только молодых, конечно. И это возможно, это реально, это называется. Это и называется культурой, образованием, социальной политикой. Только если мы перестанем воевать с бутылкой, а начнем помогать человеку. Вот стоит эту точку зрения сформулировать, все начнет получаться. Чуть медленнее, потому что человека так быстро воспитывать нельзя. Вот я вам скажу, например, что вы, наверное, много слышали об интенсивных методах преподавания в школе. Вот все интенсивные методы преподавания в школе в Америке начались еще до войны. И начались они, знаете, с чего? С чего? С методик профилактики алкоголизма и наркомании в школах. Вот оттуда пошли им интенсивные методики преподавания. То есть вот эта самая профилактика, так называемую активную педагогику, в свое время в Америке создала. Понимаете, какая штука? То есть, как только мы поймем, что в основе потребности человеческой лежит не потребность водки, а потребность в определенного рода эмоциях и в определенного рода жизненной наполненности, мы сможем всю эту ситуацию сдвинуть. Но это труднее. Мы упорно продолжаем воевать с водкой вместо того, чтобы помогать человеку или понимать человека. Пожалуйста, а если вы позволяете себе коньяк и курить трубку, как мы выяснили в начале программы, значит ли это, что и в вашей душе не все пустоты заполнены? Конечно, значит. Вот вы, например, говорите, что у вас романтический брак. То есть вы вообще производите впечатление счастливого человека. Я счастливый человек. А в чем заключается неудовлетворенность жизнью, которую вам приходится запивать, закуривать? Или вы считаете, что это в рамках нормы? И каждый человек может себе позволить, если это не перерастает в патологию, а грань очень тонкая, как мы только что говорили. Понимаете, в чем дело? Вы же только что объяснили это сами. Правда? Ну, в конце концов, я же ни минутой, ни словом не говорил вам, что я бог. Общее количество стрессов моих и проблем чисто рабочих или проблем с тем же самым моим самолюбием. А вы же знаете прекрасно, да, почему нас бьют в жизни? Ну, по самолюбию в основном, правда? Бывает столь велико, что мне легче делать свои же собственные, пользоваться своими же собственными психологическими приемами или слушать музыку, что я очень люблю. Выпить рюмку коньяка. И, собственно, что? Если учесть, что, по-моему, за всю жизнь это у меня чаще, чем раз в месяц, ну, два раза в месяц никогда не получалось, потому что во всех остальных случаях я просто занят. Да, я как-то, я такой убежденный курильщик, потому что я считаю, что когда в Европе радикально запретили курить, из европейских ресторанчиков, кабачков, почему-то стала уходить душа. Вот там стало пусто, и веселые компании, которые сидели и разговаривали за жизнь, почему-то переместились изнутри на улицу, там, где можно курить. Для людей очень важна вот эта символическая связь. Да? Мы закуривали, дым поднимался к небу, и люди думали, что это есть наша связь. Это время, отведенное на то, чтобы быть искренними. При этом, вы не понимаете, меня же выгонят с работы, потому что, как бы, это же, мы сейчас нарушаем государственную политику. Главный санитарный врач сказал, что врачи обязаны бороться с табакокурением, а я называю себя врачом и говорю вот такие вещи. Ну, я же действительно так думаю. И действительно продолжаю курить свою трубку. Да, при этом... Вы же получаете удовольствие. Да, при этом я рискую своим здоровьем. Несомненно. Ну что ж, значит, какие-то состояния души, которых я, да, за 50 лет так и не научился достигать абсолютно самостоятельно, без помощи табака. Да, буду учиться. Как только учусь, брошу. А расскажите нам, на каких трех китах держится вся ваша жизнь? Три моих кита. Никогда не задумывался про эти киты. Как бы... Есть возможность. Интерес к человеку, возможность думать, возможность говорить и писать. Правду. Ну, неправду писать я не умею. Мне кажется, если бы вот все придерживались именно этих трех принципов друг друга видеть, думать и выражать свои эмоции, мысли и чувства, то мы бы и жили в счастливом мире, и алкоголь, наркотики и курение нам были бы не нужны. Сегодня у нас в гостях был психиатр, член Международного психоаналитического общества Александр Данилин. Это была программа «Треугольник». Смотрите нас ежедневно с понедельника по пятницу на третьем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok